Приветствую вас, Анна. Вы знаете, очень противоречивое, очень противоречивое, простите, впечатление осталось от вашего текста, от вашего сообщения. Очень противоречивое впечатление осталось, такое ощущение, что вы просто вот знаете, как сказать, набрали каких-то вот таких стереотипичных вообще шаблонов поведения, вот, стереотипных мыслей, стереотипных бессимболиций, вот, все это в куче смешали и, соответственно, выдали нам. Вот. Потому что одно накладывается на другое. Ну, во-первых, во-первых, вам сорок лет, обоим. Соответственно, два года взаимодействия вот в таком формате, в каком, описали вы два года взаимодействия, это очень много. Это очень много, а это практически, вот, ну, практически, это означает, что мужчину все устраивает, тем более, что вы видите свои, как вы сказали, на его территории. Вот. Я ничего не хочу сказать плохого, как бы, по поводу того, что вы видите на... на... на своей территории, то есть, на вашей, вот, я ничего не хочу сказать плохого. Хотите видеть свои, видите. Ну вот, то есть, как бы, тут проблем в этом смысле нет никаких. Другой вопрос, что мужчина привыкает в некотором смысле к такому поведению, мужчина привыкает к такому отношению, мужчина привыкает к такому раскладу. И он, в общем-то, привыкает к тому, что вы на его, на вашей территории встречаетесь, а не на его. И это, значит, позволяет ему не делать чего-либо, да, не делать каких-либо действий в вашу сторону. Вот, это первое, да, гостевой брак, гостевой гражданский брак, это, вот, для пар вашей возрастной категории, это, по сути, означает, что всё, мужчина, он так и будет, как бы, с вами взаимодействовать. Вот, это первое, что я хотел бы выделить. Второе, то, что, ну, на мой взгляд, вы не определились вообще с отношением к себе, да. Вот, значит, вот вы пишете, значит, накануне 8 марта я звонил Алексею, просил его ко мне приехать забрать два подарка. Это на его день рождения, 23 февраля. Вот, понимаете, вы пишете, что подратили, сколько, 4 тысячи, 4 тысячи. Вы пишете, что подратили на подарки ему. Вот. А я, вот, честно говоря, готов вас спросить. Вы, когда подарки ему, собственно, покупали, вы на что рассчитывали? То есть, вы чего хотели в, не знаю, взамен? Вы чего хотели вообще? Вам что нужно там было? Понимаете? Понимаете? Потому что, вот, у меня такое ощущение, да, что ваши подарки, которые вы делали, ну, вот, непосредственно для него, да, мне кажется, что это было сделано для того, в том числе, чтобы получить какое-то внимание от него. Потому что вы говорите, что, ну, вам обидно и так далее. И обида, в свою очередь, означает, что вы складывались в подарки с определенной целью, а не просто для того, чтобы человек, как вы говорите, был, ну, счастлив, чтобы человека порадовать. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь вы не совсем искренне, на мой взгляд, здесь вы не совсем, как бы, откровенны. Вот, ну, я не знаю, может быть, вам тяжело признаться в этом, может быть, что-то еще, но такая реакция на то, что человек не приехал, я хотел вам что-то подарить, плюс, плюс, соответственно, истерика и слезы. Ну, говорит о очень сильном эмоциональном, о сильной эмоциональной вовлеченности в отношения с ним. Вот. Дальше, значит, эм, так, я поняла, так, он сказал, что денег нет, нечего дарить на вас мой марк. Я поняла, как намек на дочь, чтобы я не рассчитывал на такой подарок, я сказал, чтобы не гворачивался сильно в плане подарка. Он добавил все на ремонт, машины, деньги. И мне, в общем, дало понять, что цена сменяется. На мой взгляд, он вам дал понять только то, что вы для него не так важны, то есть для него, условно говоря, автомобиль, да, более важен, чем вы. Вот. И, ну, давайте, как бы, правильно в глаза смотреть, да, будем, будем, вот. То есть, эм, машина важнее. А, далее, он мне 7-го, эм, утром 7-го марта позвонил и поздравил вас с наступающими праздниками, я вам не думаю, не думаю, все равно приедет он, 8-го марта, обменяемся подарками. А я вот не понял, он вам обещал или как, то есть, он обещал, кто приедет или, или что, то есть, непонятно. А, только, значит, 8-й марта он не приехал, самый праздник не приехал, только по вайберу открытку отправил, у меня сразу, вот смотрите, у меня сразу слезы, истерика, очень обидно стало, и я-то на два праздника потратил 4 тысячи. Вот. То есть, это говорит о том, что вы в отношениях не, эм, чувствуете себя свободный, а наоборот, чувствуете себя обязанным человеку, человеку, вот. А, знаете, какая штука? То есть, тут, вот, очень, эм, такой деликатный момент. Потому что, вы по-разному воспринимаете отношения. Как бы, мужчина, он отношения с вами воспринимает, вероятно, так, что это просто свободные, эээ, без обязательств отношения. Он может тратиться, не может, не тратиться. Он себя не пересиливает. Но пересиливаете себя вы. Возникает, правда, вопрос, почему вы себя пересиливаете? Да? То есть, как бы, зачем вы себя пересиливаете? Для чего вы себя пересиливаете? С какой целью вы себя пересиливаете? Вот этот вопрос, он, пожалуй, очень важен. Ну, потому что, вы страдаете не от того, что человек что-то не сделал, а от того, что вы сами вступили здесь в позицию жертвы. Я в разумею, как язык вообще повернулся, сказать, что денег нет, дарить нечего. На предель бана всегда деньги найти можно. Ну, вот здесь вы, опять же, судите, во-первых, по себе, а во-вторых, здесь есть противоречие, которое заключается в том, что вы вначале сказали, чтобы он сильно не заморачивался. С подарком от двери, говорите, как же так, язык поворачивается, говорите, что дарить нечего. То есть, такое ощущение, что ваша реакция, она, вот, в какой-то степени, да, ну, не знаю, запоздала, что ли. Вот такое у меня ощущение возникло. Вот, вы же сразу ему не сказали, да, когда он вам об этом сообщил, что, что за дела, там, почему так и прочее. Вот, вы ему так и не сказали. А теперь почему-то, вот, об этом говорить. Вот. Ну, и судите по себе, опять, да. То есть, это деструктивная история. Я у него подарков не прощу, два года дарил, как понять такое поведение? Вот тут тоже противоречие. Я у него подарков не прощу, но он два года дарил. Так вы и не прощите, потому что он вам дарил два года под два года. Как понять такое поведение? Ну, у мужчины своя история, Анна. Я не думаю, что мы можем, я не думаю, что мы можем адекватно вам дать однозначный ответ на то, почему он так поступил. То есть, мы не можем работать именно с третьими лицами. Вот. Вот. Мы все-таки больше работаем непосредственно с самим человеком. То есть, с вами. С вами. Поэтому давайте разбираться лучше с вами. Вот. Может ему неудобно с одними цветами приехать, зная, что я ему вручу хорошие подарки. В любом случае, я бы не обиделся. Главное внимание. Ну, возможно, главное внимание. Но мне кажется, что это не совсем дать, потому что вы сказали, что четыре тысячи потратили на подарок. То есть, деньги вы все-таки считаете. Ну, и... Значит, тут дело не во внимании. Кроме того, вы говорите, что на третьюльпану всегда деньги можно найти. Да, можно. Но... Это вам можно. А на него нет. То есть, как бы... Вас это задело. Вопрос в том, с чем? С чем вас это задело? И далее вы раскрываете. Как мне с ним теперь себя вести? Чтобы что? Показать обиду или пригласить? Ну, понимаете, какая штука? На мой взгляд, и тот, и тот вариант, и другой вариант очень деструктивный в плане того, что исходя из именно форматов, исходя из формата ваших отношений, мне представляется, что стоит мужчине почувствовать давление на себя с вашей стороны. И... То вы его, возможно, больше не увидите. Вот. А для этого мужчины, ну, к сожалению, у меня ожидается впечатление, что он не очень серьезно настроен. Поэтому... Вам решат, конечно, что делать, но... Я думаю, что показывать обиду и тем более проглатывать ее не вариант. Не вариант. Именно потому, что все это ведет к деструкции. Мне кажется, что вы можете выразить чувство, которое вас есть. Это не обида. Это именно чувство. Вот чувство свои выразить вы вполне себе, мне кажется, можете. Те чувства, которые вы испытали, когда вот он, например, не приехал или прислал только открытку. Дальше. Значит, если высказать, он, наверное, обидится. Да, возможно, но почему вас это волнует? У меня мысли таковы. Если вообще не приехал, неподобно значит не ценит, не заслужил, не считает нужным. То, что не ценит, да. То, что не считает нужным, тоже верно. А вот то, что не заслужили вы, ну вот это уже... Извините, но это свидетельствует о ваших проблемах с самооценкой. Вот. Потому что... Что значит не заслужил? Вот что значит не заслужил? А кто, кто вообще заслуживает? Вот кто заслуживает подарки? Разве подарки заслуживают? Ну вот вы сами попробуйте на вкус вот то, что вы говорите. Сами попробуйте просто на вкус то, что вы озвучили. Вам понравилось бы, если бы там кто-то, не знаю, кто-то заслуживал бы подарки перед вами, например. Вот. Так, так, так. Откуда такая вот история, что подарки нужно заслужить? Да, он вас не ценен. Да, он вас не ценен. По крайней мере ценит вас меньше, чем вы его. Но природа этой ценностью разна у всех. И в том числе у вас. И на мой взгляд, нужно выделить, почему вы его цените так сильно. Я не думаю просто, что ваша ценность его вытекает из того, что вы его любите. Или у вас в нём сильные чувства. Я не думаю так. Потому что вы обижаетесь. Потому что вам жалко денег. Потому что вы по сути считаетесь, кто сколько потратил. Вот. Вот. Я не говорю, что вы не должны так делать. Я не говорю о том, что вы должны тратить на него все деньги свои. Нет. Я говорю о том, что если вам тяжело, то делать этого не нужно. А вы, получается, извините, лицемерите в отношениях. Потому что вы говорите, что вы хотите, чтобы он был счастлив, но при этом вкладываясь финансово ему в подарки, вы ждёте от него того же. Забывая при этом, что и вы, и человек, в общем-то, живёте в разных реальностях психологических. Вот. И не отслеживая то, зачем вы это делаете. Вот как говорят психоаналитики, например, что любовь это, мы возьмём ещё эту смесь ожиданий и того, что мы хотим сделать для человека. И вот в вашем случае превалируют, мне кажется, именно ожидания от него. Ваши фантазии о нём, но не реальное видение и принятие человека. Так что здесь самооценка. Самооценка ожидания и желания ваши. Вот где вы пишите, что он вас не ценит. Или мне самой только себя менять нужно, может много выкладывать в отношения, много заботы о нём, будет раскладываться. Да, много вкладывать в отношения, но дело не в том, что раскладываться от. На самом деле, человек так устроенный, что дело не в количестве того, что вы для него делаете, а именно в качестве. То есть, если вы, например, сделаете хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть что-нибудь, а вы для него сделаете, то он уже может, условно говоря, расслабиться. Потому что, ну, для него это будет значимо. Значимо в большей степени, чем, например, то же самое, но для, допустим, другого человека. Вот и всё, вот и вся история. Поэтому здесь дело не в том, что вы много делаете, это количество, количество это оценка, много, мало. А именно в том, что вы делаете что-то, что вам тяжело, что вас напрягает, что вам тяжело даётся. Вот в чём дело, основное. Так, значит, теперь ведь добиваться не надо меня, как два года назад. Ну, да, здесь, опять же, дело не в том, что вы делаете. Да, а именно вот то, что, как бы, это вы именно жертвуете собой. То есть, вам это нелегко. Вот как мне быть в такой ситуации. Опять же, чтобы что. Чтобы что. Как быть, чтобы что. А я считаю, что он мне нужно обознать, чтобы дать ему понять, что я не заслужил такого отношения, чтобы дальнейшая история не повторялась. А, ну, понимаете, какая штука. Вот тут, тут важно понять, что вы вкладываете в это. То есть, что вы вкладываете вот в это определение, что мне, ну, не дать ему понять, что я этого не заслужил. А чего вы заслужили? А что вы сделали для того, чтобы показать, что вы заслужили? Ну, то есть, это вот такая история, заслужил или не заслужил, да? То есть, очень субъективно всё здесь. На мой взгляд, если вы хотите сохранить отношения, вам нужно выражать твои чувства. Вот. Просто говорить, что вот мне грустно, грустно очень, например, да? Допустим, вам не хочется что-то для него делать, там, к примеру, ну, не знаю, более приветливо с ним общаться, например. Ну, вы так ему и дадите понять, что мне вот грустно. Просто грустно. Вот. И это нормально. В этом нет ничего такого. Вопрос заключается в том, насколько аутентично вы выразите свои чувства ему. Хорошо. А не так, что вот, типа, знаешь, вот я этого не заслужил, а вот этого я заслужил. Вот. Это, ну, это путь в никуда, на мой взгляд. Может, я не права, но опять же, вот, в контексте отношений использовать такие категории, как прав-неправ, мне кажется, такой себе. Потому что у всех своя правда. Абсолютно у всех своя правда. И мне не кажется, что ваша правда чем-то лучше его. Может выразить, сделать паузы в отношениях, самой первой не позвонить, как бы не потеряться на некоторое время, может подумать над... Как бы потеряться на некоторое время, может подумать над своей пасукой. А что плохого-то он сделал, я вот не пойму никак. Что плохого он сделал? Почему вы относитесь к нему так, как будто он вам прям должен и обязан? Я этого не могу понять. Да, он не подарил подарок. Но он не подарил, если он не хотел, он вам об этом сказал. Возможно человек, да, решил, что, типа, какой смысл ехать без подарка. Вот. Возможно просто не хотел к вам принять, возможно еще что-то, да. Но что плохого-то он сделал? Я вот не пойму никак. Что именно плохого он сделал? Почему вы считаете, что его надо за это проучать, вот за то, что он сделал? Ну, почему вы считаете, что вы прави кого-то, кого-то проучать? За то, за то, что, ну, за то, что, за то, что вот сделали. Ну, сделали, 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 вот. Знаете, какая штука? Это вот, ну, не самый, не самый, не самый, на мой взгляд, лучший подход, ну, к отношениям. Вот. Потому как вы ставите себя как, как бы, ну, выше, вы ставите себя выше другого человека. А он не сделал, он не сделал ничего плохого, такого вот прямо плохого. Ничего не сделал. То есть, понятно, да, что вас задело, понятно, что вам было неприятно, но вам неприятно было за счет того, что вы, во-первых, много вкладывались в отношения, вот. И, ну, жертвовали собой. А во-вторых, во-вторых, на мой взгляд, вы имеете завышенные ожидания, вот. Просто. И, как бы, в этом, в этом дело, в этом прикол. И, вот, с этим, наверное, нужно, нужно работать, работать. Знаете, именно с тем, что у вас, вот, есть ожидания, есть, вот, ну, именно, вот, то, что вы, то, что вы ждете от человека, ну, с какого-то отношения к себе. А он, он, он может, этого хочет, а может, этого и не хочет. А то, что это непостоянная история. Ну, вот. Ну, вот так, вот так примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, да, то есть, нужно разобраться в себе. Дело не в том, чтобы менять, знаете, менять, вот меня, именно менять себя. Может быть, прямо и не нужно. Именно менять себя. Может быть, и не нужно. Прямо. Но, разобраться в том, что вы чувствуете, разобраться в том, почему и как стала, ну, возможным, такая вот ситуация, да, почему она стала для вас возможной. Вот с этим разобраться вполне себе, мне кажется, можно. И уже, там, дальше уже можно будет что-то вам рекомендовать, соответственно. Вот. Вот мне видится картинка вот, вот такой, мне видится картинка такой, что вот вы, как-то вот, слишком много ожиданий вылагаете на мужчину, а он, он такой, а я вообще не могу, как бы этого. Ну, вот. Что посоветуете? Осталась с ним, осталась, не хочу с ним, спасибо, Анна, все ответы, все ответы оценю. А, да нет, вы знаете, ну, психологи, не психологи, не советуют. То есть, если мы будем советовать, да, как бы, ну, чем мы будем в таком случае отличаться, там, вот, допустим, тех, кто, ну, от ваших друзей и так далее. То есть, нет, я не думаю, что это хорошая идея вам давать советы какие-то. Вот, мне кажется, что нужно именно разобраться в себе и разобраться в том, что вы хотите, разобраться в том, почему и как вы воспринимаете вот то, что происходит, и после того, как это всё будет понятно, вы уже для себя сами просто-напросто решите, что вам днёт, как дальше себя вести и так далее. Я думаю так. Вот, а совет вот этого, что, ну, это, вы хотите на нас ответственность перекинуть за своё поведение в данной ситуации. Ну, я, опять же, я не думаю, что это хорошая идея, если честно. Вот. Вот, как-то так, можно ответить вам, Анна, на ваш вопрос. Подумайте для себя, что вы хотите, что вы хотите от этих отношений именно для себя и что вы хотите именно для мужчин. Вот. Вот. И только честно. И как вы её реализовываете то, что вы хотите для себя? Вот. Нет ли у вас некого такого, такого, скажем, конфликта, связанного с желаниями вашими? Вот. Потому что мне кажется, мне так кажется, я не уверен, мне так кажется, что конфликт у вас есть. То есть, какой-то вот конфликт, да, может быть, семью хотите, может быть, одиночество боитесь, может быть, что-то ещё. И вреду всё порождает вот эту вот историю с мужчиной. Вот. Ну, порождает то, что вы встречаетесь в течение двух лет на своей территории, несколько раз в месяц. Вот. Пытаетесь, пытаетесь, по моему мнению, пытаетесь привязать его к себе с подарками. Вот. Пытаетесь вызвать у него чувство вины. И пытаетесь, соответственно, развлать к его долгу. Ну, к чувству долга у него. Вот. Я не думаю, я не думаю, что это хорошее подспорье для построения отношений любых. Для построения отношений любых. Вот. А ваших тем более. Вот так. Поэтому, сперва, убрать все противоречия, определиться со своими желаниями. Вот. Возможно, подкорректировать модель женского поведения. Вот. Поизглядывать, какой мужчина вам лучше всего пройдёт. И, собственно, более аутентично следовать вот тем аспектам, которые будут выявлены в процессе работы. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Захарова Продолжение следует...